Голубое небо, залёное море Если небо голубое, море должно быть тоже голубое. Но раз оно залёное, значит оно было нечистым и неспокойным. На самом деле чистая морская вода представляет собой голубой фильтр, который при погружении на глубину темнеет. Видимый цвет моря зависит от цвета неба, от цвета дна, особенно в берёзовых нагунах тёплых морей, от состояния поверхности, от материалов в суспензе и, наконец, от положения глаза предпочтительно на глаза Дальтоника. Спокойная морская гладь – это зеркало для того, кто смотрит на её сверху или же снизу. Когда небо неясное на лазурном берегу, залив ангелов кажется таким же серым, как в Бальсиком море. На закате солнца чёрное море кажется красным, а ночью красное море кажется чёрным. Не правда ли это парадоксально? Сейчас, если посмотреть на море высоко, вода прозрачна, по крайней мере, пока морские отливы и приливы не волнуют дна. Это у берегов, где небольшая глубина, а в открытом море всё по-другому. Там голубой цвет, одинаков для сфер морей, земного шара. Зелёная вода Атлантического, Французского берега – это также голубая вода, принесённая к острымам от Атлантических островов. Вот магия цвета, которые существуют в природе, даже если мы их не видим, которые видны водолазам и только под искусственным освещением. Сколько раз я погружался в гроте, куда проникают слабые солнечные лучи? Для чего? Вернее, для кого природа создала эти палитры различных оттенков? А были оттенков, пленительные на первый взгляд, позже кажутся плохим вкусом? Я бы рассказал то же самое об окраске тропических рыб, но прекрасно понимаю, что это может вам очень нравиться. Все эти изменения оттенков возвращают меня во времена, когда я изучал химию на факультете наук в Марселе. Там говорили, «Химия способна привести к чему угодно при условии, что ты сможешь потом найти выход». Я не представлял, что эта фраза была для меня пророческой. Именно химия в 1952 году привела меня на борт Калипсо в старом порту Марселя. Хусто меня встретил на юте, и он предложил попробовать неделю поработать, неделю, которая слилась лет 20. Но мы не говорили с ним ни контракта, ни финансовой вопроса. Первым моим заданием было наладить подводный фотоаппарат. Потом он предложил мне попробовать фотографировать обломки судна. Этим обломком судна было две тысячи лет, и они лежали на глубине 40 метров. Это было мое второе погружение и в одиночку. Я не расскажу вам в деталях, но химия привела меня к подводной съемке. Если подумать, то фотографическая пленка это химический продукт. Дыхание со скафандром или без это биохимия, так же, как и человеческое тело. Так эта фраза химия приводит ко всему, может быть переформулирована, все ведет химии. Разве морская вода это не раствор натрия, хлора в воде? Но морская вода это не только это. В ней есть что-то такое, что только водолаз может почувствовать, а камера не способна точно запечатлеть. И чтобы испытать это чувство, люди выходят на лодках, страдают от морской болезни, ныряют иногда, вледяйнюют воду и бывают, что становятся жертвами кесонной болезни. К счастью, редко. Я тоже открыл для себя на Калипсу этот мир, который совсем не безмолвный, как его считают, но текучий, густой и голубой, в котором тело благодаря силе Архимеда находится как с невесомостью, но если все тело находиться под давлением, мы можем только глазами почувствовать предчувствие воды, среди, на которой основано все. Поэтому я стал рисовать под водой. В молодости я писал пейзажи моей родной Провансе, старый порт Марселя под всем возможными углами. Вход порта, выход порта, вход и выход одно и то же. Место, которое уже смотрится по-разному. риэд Марселя, замок Ив, острова, море, это вид сверху, но чтобы начать рисовать подводный мир, мне понадобилось около 12 лет. Это произошло в октябре 1965 году. В конце испытания насыщенное погружение в Преконтинент 3, когда я привел три недели на глубине 100 метров в подновном доме с пятью другими водолазами. За эти три недели я сделал только одну фотографию, которую опубликовали в Национальном географическом журнале в следующем году. За несколько часов до всплитня я оказался один на глубине 110 метров в бархатистой голубой полутени. Тогда меня охватила уверенность, что только живопись может не позволить вернуться в эту среду. Скоро я уже нереал с полотном и красками, чтобы писать мою первую картину под водой. Первая проба не была успешна, потому что морская вода отлейла этикетки от тюбиков с красками, что привело к некоторому замечательству, но технику я озвоил быстро. Масленая краска ложилась только если перед погружением полотно было защищено маслом, а также должен прицепить к полотну балласт, чтобы оно осталось со мной на дне. Сейчас я кладу полотно на скалу или на песок, а сам стою на холениях или лежу ничком. Одним тюбиком я рисую широкие линии, затем цвета, нанесенные на полотну, я разложу и смешиваю ножом. Нож много проще и удобнее кисточек. Одним жестом можно покрыть большую поверхность. Под водой время все-таки поджимает. Чувствуют ли рыбы живопись, ведь у них эти пейзажи всегда перед глазами. Больше интересуются живописью дельфины, которые были помещены вместе с нереальчицами, специально для меня, в ряде на юге Израиля. В заливе перекрытым сетью они полосвободны. Институт Дельфинриф использует их двумя целями туристической и терапевтической с некоторым успехом в помощи детям, страдающим аутизмом. Что касается этого любопытного спинорога, он был обеспокоен тем, что я находился на месте его кладки яиц. Он бросался на меня, пытаясь прогнать и даже мог бы прокусить мне череп, если бы я не был в подводном костюме, а также написал портрет подводного кинооператора. Я рисовал атмосферу в бассейне, а однажды при съемке телепереданий я сделал портрет подводного трубача. Заканчив картину, я собираю все мои инструменты и поднимаюсь на поверхность с декомпрессией, если это необходимо. Затем на палубе я прополоскиваю картину в пресной воде, потом ретуширую и оно готово. Я делал выставки моих палубных картин во всей Франции, в Америке, на Украине и так далее. Но должен заметить, что некоторые посетители были больше заинтересованы посетительницами, чем моими картинами. «Самой лучшей критикой» для меня была критика нереальщика, который сказал, «Глядя на эту картину, я чувствую себя под водой». я не буду описывать все эти картины написания за последние 30 или 40 лет. У них нет названий, только свой номер. Каждый в них видит то, что он хочет, даже рыб, которых я не нарисовал. «Может быть, однажды я не смогу больше нерять, поэтому я уже подчеркнул в море более или менее абстрактные темы и также то, что я назвал криволинение. Говорят, что природа не любит пустоту, а особенно прямые линии. оно любит все кривое, начиная от небесного свода и заканчивая изогнутой поясницей. Весь мир вращается, и когда мы видим планеты вращаются вокруг Солнца, у которых есть и спутники, вращаются вокруг них, мы не можем отрицать что кривая линия это золотое правило природы. Искусственная прямая линия была придумана человеком, но он был верновлен природой, когда строят романские своды. и если природа производит кристалли с прямолиненными сторонами, это исключение из правила. Исключением из человеческого творения является парус надутый ветром. и это море тоже сформировало корпус кораблей в его волнах, как иголку на берегу. Попросите ребенка нарисовать поверхность моря, и вы получите синусоиду. Ну, посмотрим, что происходит под этой поверхностью. Здесь мы не перестаем цитать в виде животных, рыбы, китообразные, акулы, ракообразные, головоногие, 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 не думайте, что царапина на диске, брехоногие, которые все имеют гармонично-рациональные формы или рационально-гармоничные формы. Даже человек становится элегантным под водой. Не надо забивать юмористический рисунок, на котором море это неисточимый резервуар. Эти рисунки есть из сборника, который я назвал «Вольные, волнуюсь в глубину души». «Музыка» Акули, я сфотографировал их десятки, но после нескольких тысяч фотографий у меня было чувство, что я делал фоторепортажи. Они художественные исследования. За последние подвека почти все нереальщики, открывая для себя Красное море, получают примерно одни и те же результаты. Достаточно осмотреть выставки фотографий или полистать специализирование журнал. Красивый цвет, иногда даже слишком красивый, но там почти нет голубого. Но для меня самое важное – это присутствие воды. Когда водолаз выпускает пузыры, особенно рядом с октопусом, мы чувствуем себя в море. Но в противном случае, без пузырей и без голубого, ну где же вода? Морские мега питающие, например, этот морской слон, не выпускает пузыры под водой. Но здесь он кажется больше живым. И когда он плавает так же глубоко, как и некоторые подводные аппараты, здесь, где солнечные лучи не проникают, голубой свет заканчивает. Море там черное, как ночь, даже при освещении. Что касается черного цвета, недостатком фотоплёнки является невозможность почувствовать контрасты. Малые освещения части становятся черными, и большие освещения части становятся белями. Вспишка помогает, но в полутене она не может различить нюансы, доступные человеческому глазу. Второе преимущество живописи над фотографией – это возможность удалить стесняющие детали, как мы можем мысленно стереть на улице старого поселка страшный телеграфный столб или параболическую антенну. Тем не менее, фотография тоже способна на более чем интересные эффекты. Играя с техникой, с идеями или с аксессуарами, как говорят, каждый несёт свой крест на этой земле. В общем, я люблю и фотографию, и живопись одинаковую. Это два постоянных средства выражения искусства. Я писал эту картину в 1989 году для одного салона во Франции, темой которого была французская революция. Я обращаю ваше внимание на парусную систему, которая есть абсолютно революционная. Для другого салона, тоже во Франции, я заимствовал у знаменитого художника Тулуз Лотрека салонную тему, его натурщицу, которую без её ведома я скупал в море кищащим акулами. Мы можем посмотреть на море с глазу на глаз. Море, как все знают или не знают, это основа жизни. Море, которое дало жизни Земле. Это мать Земли. Но кто же тогда отец? Море. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok